С июля текущего года установить технику нового образца должна многочисленная часть предпринимателей, работающих в сфере услуг и торговли. Это малый и микробизнес, который до этого вообще обходился без касс. С 1 июля обязаны применять онлайн-кассы все предприниматели и организации, не имеющие наемных работников, оказывающие услуги, в том числе и общепита. Но это был третий этап реформы, он планируется как окончательный, но вместе с тем из этой категории были выделены еще ряд налогоплательщиков. Здесь категория налогоплательщиков освобождается от применения контрольной кассовой техники до 1 июля 2021 года. Предприниматели без наемных работников, осуществляющие реализацию своей продукции, либо оказывающие услуги работы, соответственно. Поначалу предприниматели восприняли реформу исключительно в штыки, однако, когда первая волна нехдавания прошла, стали находить и плюсы. Штрафы за отсутствие касс способствуют сокращению теневого сектора. Собранная статистика помогает находить слабые места в бизнесе, а на чеке можно размещать рекламу. Скажите, онлайн-кассы давно пользуетесь? Два месяца. Удобно? Очень удобно. Закон обязал всех предпринимателей заменить традиционные кассовые аппараты онлайн-кассами, которые упрощают процесс передачи данных в Федеральную налоговую службу. В случае заключения трудовых отношений, они будут поставить контрольную кассовую технику, зарегистрировать ее в поле течения 30 дней с момента того, как будет заключен трудовой договор с работником. Главное отличие онлайн-кассы от обычного аппарата в специальном фискальном накопителе – он фиксирует все операции, проходящие через кассу, и в режиме реального времени отправляет данные в УФД, который передает их в ФНС. Для этого касса должна быть подключена к интернету. Это позволяет избежать платежей, проведенных мимо кассы, и превращает покупателей в народных контролеров. Хотелось бы отметить, что налоговые органы в первую очередь нацелены на проведение контрольных мероприятий в отношении первой волны. Это те налогоплательщики, которые уже с 2017 года, это большой бизнес, крупный бизнес, который применяет уже онлайн-кассы практически два года. Это первое, на что будет нацелена контрольная работа. Штраф для данной категории налогоплательщиков минимум 30 тысяч рублей для организации, соответственно для налогоплепринимателей 10 тысяч рублей. Переход бизнеса на онлайн-кассы позволил государству сократить число серых компаний и повысить собираемость налога.